Собачки-бабушки, два особенных хвостика попали в приют. История уже привычная. Бабуля сильно заболела, у нее проблемы с позвоночником. Не ходят, забрали родственники, а собачки остались. Собачек 10 мелких и одна большая, еще было 2 котика. В это время ходил и кормил их сосед Саша Е. Люди ему передали немного тогда корма. В принципе, мужчина делал частые посты, видео, так сказать, отчеты. И по месту ему кое-как помогли с питанием, потому что животных действительно много. Мужчина занялся также информационной поддержкой животных. Он надеялся, что, может быть, люди разберут животных по домам. Есть собачка большая, вот охранник хорошая. Или, может быть, для души малышей их привести только, как сказать, в порядок. Также он надеялся, что есть какие-то приюты, которые отзовутся и, возможно, в полном объеме или частично позабирают животных. Но, как таковых приютов, сами вы понимаете, нет. Среди животных есть 2 больные собачки. Одно из задней лапы отказались, то есть это спинальник, а один слепой. Сразу же откликнулась наш волонтер Людмила Чернецкая, хозяйка сельского мини-приюта, выразила правильную очень мысль. Волонтер согласилась взять двух стариков, а молодых, думаю, можно будет определить без проблем. Такие собачки пристраиваются. И вот, наконец-то, выдался хороший день в домашний приют, который находится 80 километров от Саши. То есть, где-то в ДНР это происходило, в смысле, это дом бабушки, даже не знаю, в каком городе. Мужчина отвез двух песиков с инвалидностью и кота. Мне позвонила хозяйка приюта Людмила и предложила забрать больных животных. Животные в приюте этом откормлены, радостные собачки и котики ухожены очень-очень чисто везде. Большое спасибо всем тем, кто мне помогает, рассказывал Саша уже после поездки. Мужчина также рассказал, что если их отмыть, то все они хорошенькие. У него дача недалеко от того дома бабушки. Они прибегали к нему летом, и даже он делился фотоснимками их таких более чистеньких, более веселеньких в летний период. Ребята, всем спасибо, кто не остался равнодушен к нашей судьбе. У нас появилась надежда, волонтеры из Москвы пообещали их забрать. Рассказал мужчина, и очень надеемся, что именно так все и сложится. То есть речь про здоровых животных, которые остались там в доме. Ну а мы с вами можем только поддержать Людмилу Чернецкую в ее доме. Плюс два новых хвостика. Так уже давно сложилось, что именно старики и больные находят дом в этом месте. Вот он котик, котик, котик домой, вон он, рыжего. А вот он, зомбик. Зомбик. А глянь. Домой, домой приехал. Идите, посмотрите. Идите. Вот, нянь какая. Классная. Это тоже отдали. Лиза. 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 Все они ждут у меня дома. Мы и выставили. Семья. И спасибо огромное. Это тоже с матерью. Семья. Тихо, тихо, тихо. Сейчас, дружок, подожди. Мы искупались. Все, 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 все. Лиза, все, 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 все. Котики, собачки, большая, дружная семья. у вас они такие жирные они не то что у вас сытые они перекормленные у нас даже морской свинки они у вас просто перекормленные они не то что сытые